В эфире телеканал «Округ новости» с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я, Екатерина Булычева. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. Одесса все больше напоминает настоящее решето. Все чаще в центре, да и в спальных районах прямо посреди улиц возникают черные дыры. Поселок Большевик затоплен очередным ливнем. Районная и городская администрации бросили жителей на произвол судьбы. Феномен тоталитаризма, его проявления и пути преодоления. Третья научно-практическая конференция в Одесском национальном университете имени Мечникова. В Одессе прошла курсантская олимпиада по английскому языку. К визиту в Одессу президента Украины Петра Порошенко служба безопасности Украины открыла настоящую охоту на террористов. Счет пойманных сторонников ДНР и ЛНР, а также желающих создания Одесской народа республики, идет уже на десятки. Ночью 9 апреля силовики разоблачили и ликвидировали диверсионную разведывательную группу, которая действовала в интересах Российской Федерации по заданию представителей террористических организаций ДНР и ЛНР. Был изъят внушительный арсенал, а также флаги Новороссии, Одесской народной республики и Георгиевские ленты. Арестовано более 30 человек, большинство из которых представители так называемого казачества и ветераны войны в Афганистане. Группа планировала устранить четверых человек. По информации пресс-секретаря президента Украины Святослава Цеголко, одной из целей был народный депутат Украины. Также планировалось отделить юг области путем подрыва мостов в Затоке и Маяках. 9 апреля также был задержан 39-летний житель Одессы, бывший военнослужащий, у которого также изъяли внушительный арсенал. Установлено, что мужчина действовал по указанию боевиков из ДНР и ЛНР и также планировал теракты. 7 апреля были задержаны активистки общественной организации «Голос Одессы» Светлана Набока и Марина Жаворонкова, сообщает интернет-издание «Таймер» со ссылкой на активистов Куликова поля. По информации источников «Таймера», женщин подозревают в причастности к взрыву в магазине «Патриот» в декабре прошлого года. Стоит заметить, что Светланой Набокой уже интересовалась Одесская самооборона Майдана. Так на своей странице в Facebook координатор Одесской самообороны Майдана Виталий Кожухар написал, что женщину еще два месяца тому назад активисты доставляли в Приморский РОВД, когда она рассчитывалась со студентами и бабушками за организованный митинг под Одесской облгосадминистрацией. Но правоохранители ее почему-то отпустили. Скандал с созданием так называемой Народной Рады Бессарабии, череда проплаченных митингов, представленных впоследствии в российских СМИ, как беспорядки в Одессе. Все это свидетельствует о явной активизации сепаратистских настроений в Одессе, уверен политический эксперт Артем Филипенко. По его словам, в информационной войне, как части войны, гибридной перемирий не бывает. Причем боевые действия ведутся против каждого украинца. Главная цель – породить неуверенность в завтрашнем дне. Еще один инструмент, ставший уже регулярными – взрывы, призванные посеять панику. К тому же такая нестабильность влияет и экономику, и города, и регионов в целом. А информационные волны будут только усиливаться. Я не уделюсь тому, что какое-то время уже, не знаю, Одессу будут снимать где-нибудь на улице какого-нибудь российского города, да, и представлять там. Потому что на самом деле улицу Ильфа и Петрова, в принципе, можно легко спутать с любой другой, ну, в плане застройки с любой другой улицы, в любом из городов. По словам эксперта, в Одесской области, как и в ряде других регионов, ощущается вакуум власти. Большинство замов главы облгосадминистрации и глав райадминистрации находятся в статусе исполняющих обязанностей. Это создает ощущение неопределенностей у жителей района. Добавляют беспокойства и слухи о грядущей смене и самого губернатора. Председатель облгосадминистрации – это не просто техническая фигура, да, это во многом все-таки фигура политическая в регионе. Потому что он представляет власть, представляет президента, представляет, как бы там. И отвечает не только, собственно говоря, за какие-то там технические вопросы, там, состояние дорог. Ну, хотя это, опять же, не его пара, но и реальное запроведение политики государства в этом регионе. И насколько удачным будет этот выбор, ну, во многом зависит из ситуации в регионе. А ситуация складывается не самая спокойная. Но Артем Филипенко настаивает. Имея опыт прошлого года, и правоохранители, и общественность с ней справятся. В ближайшее время мы будем иметь дело с другими проявлениями информационной войны, созданием фейковых новостей для российских, там, картинки для российских средств массовой информации. Тем более, что впереди у нас, скажем так, достаточно упоряженное время, потому что есть несколько адапт, которые у нас относятся к сожалению, там, категории тревожных. Будет и годовщина 2 мая столкновений, будет празднование 9 мая. Одессу пытается раскачать, но сделать это не удается. Именно с этим и связана такая активизация сепаратистских настроений, считает эксперт. Одесса все больше напоминает настоящее решето. Все чаще в центре, да и в спальных районах, прямо посреди улиц возникают черные дыры. Под землю уходит не только асфальт, но и сама земля. При этом, что самое опасное, эти ямы ничем не огорожены. Складывается впечатление, что скоро весь город уйдет под землю. Причем наши чиновники этого даже не заметят. В канатном переулке дыра прямо посреди проезжей части, причем ничем не огороженная вовсе. Завидев ее, автомобилисты лавируют, совершая настоящие чудеса эквилибристики. Еще бы, влетишь в такую яму, колес не соберешь. Вот уж дорога, где с успехом можно делать ямочный ремонт вечно. Все и некачественное покрытие, и средства, якобы на асфальт, будут уходить как сквозь землю. Возможно, это и та самая черная дыра, в которую и уходят выделяемые ежегодно на этот самый ямочный ремонт средства. Впрочем, что и где должно произойти с дорогой, и куда она должна провалиться, чтобы наши власти, наконец, обратили на такие ямы внимание. К великому состоянию, небрежно делают. Вот тут у нас уже несколько наблюдал. Хап-хап, засыпали где-то, я видел. Мусора в строительстве. Да, или что-нибудь, или песок не утрамбовали, а просто насыпали, а он через день сел, и яма большая. А она может еще дальше обрушиться. Значит, так скоротечно делают, делают, деньги за работу получили и ушли. А результатив? Да, а кто-то должен проверяющий. Об этой черной дыре у въезда в дом номер 14 на улице Малая Арнаутская в последние дни не рассказывает только ленивый. Возникла она примерно неделю назад, и всю неделю наши коммунальщики ее упорно не замечали. В отличие от жителей дома, у ворот которого дыра появилась. Ведь, согласитесь, не слишком приятно жить, понимая, что твое жилище может уйти под землю вместе с тобой. Их это не волнует. Никого не волнует. Я вчера ни с кем не могла добиться разговора. Звонила. Пустые разговоры. Но сразу нельзя было засыпать мусором и допустить, чтобы не зацементировать, как они хотели. Я им сказала, что надо все это проделать. После осадков яма стала настолько заметной, что ее таки заметили коммунальщики и даже огородили. После чего, видимо, обессилев от таких трудов окончательно, больше к яме не подходили и никаких признаков деятельности не проявляли. Ее вчера поставили только по ходу после обеда. Потому что утром я шла с работы, ее не было. Шла в обед за ребенком в школу, она уже поедет. Она спасет от падения? Нет. Нет. Назвать такую ограду нормальной язык не поворачивается. То ли вдоль ямы ее водрузили, то ли поперек черт ногу сломит. Вернее, сломать ногу или даже провалиться в нее может любой прохожий. Повышенной дырявостью теперь отличаются не только Приморский, но и спальные районы. Например, на улице Мулиновского земля тоже уходит из-под ног. Причем буквально прямо на дорожке, ведущей от пешеходного перехода к уличному тротуару, возник провал. Причем яма эта ничем не огорожена, но если днем задумавшийся гражданин может ее увидеть, то с наступлением сумерек дыра становится незаметной и туда легко угодить. Но, похоже, такие мелочи, как жизнь и здоровье горожан, мало интересуют мэрию. А, возможно, нашей городской власти того и хочется, чтобы мы все со своими жалобами и предложениями, наконец, провалились сквозь землю. Алена Фомич, Юрий Рух, Вячеслав Лаштаба, телекомпания Круг. Смертельное ДТП. На Молдаванке, на пересечении улиц Мельницкой и Степовой, маршрутка сбила одесситку. Автобус поворачивал, а женщина в это время пересекала дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, говорят очевидцы. Попавшую под колеса одесситку, маршрутный автобус протянул по асфальту целый перекресток. Смерть наступила мгновенно. В итоге тело осталось под маршруткой. Спасатели с помощью специального пневматического оборудования достали погибшую, сообщает пресс-служба областного ГСЧС. За рулем маршрутки был мужчина 1964 года рождения. Включился красный свет, я остановился, пешеходы прошли. Я поехал, а откуда она взялась, я не видел ее. Делали все правильно, быстро. Быстро, сейчас как бы час пик, в это время пробки по городу. Ну, приехали быстро, в течение пяти минут. Погибшей оказалась 82-летняя одесситка. Тело передали работникам милиции. Ведутся следственные действия. Выясняется степень виновности участников происшествия. Жилищно-коммунальные кошмары для Одессы не диковинка. И все же бывают случаи, из ряда вон выходящие даже в нашем городе. Доведенные до отчаяния бездушными чиновниками жители поселка Большевик обратились за помощью к журналистам. Поселок Большевик – зона стихийного бедствия. Сразу этого не заметишь. На первый взгляд улицы, как обычно, в небогатом частном секторе. Ямы, лужи, грязь. Зайти во двор можно не везде. Даже через несколько дней после ливня многие дома полностью в воде. Ее уровень выше порога. И в комнатах приходится точно так же ходить в сапогах. И вот не знаешь, что делать. Просишь высылать бочку. Бочку вот последний раз присылали. Приехала поздно вечером. После восьми уже вечера. Три раза сделали ходку. Вот вода как была на таком расстоянии, таком и осталась. Куда не жалуешься, куда не обращаешься. Без результата. Вот так Лилия Васильевна спасает свой дом. Иного выхода нет. Построить примитивный трубопровод помогли соседи. Яму для сбора воды на обочине дороги пожилая женщина выкопала сама. Больше некому. В других домах люди как могут откачивают воду насосами или выносят ведрами всей семьей. Их отчаянные усилия мало что дают. На осушение двора уходит несколько дней. За это время вода успевает впитаться в пол, стены, мебель. В комнатах стоит затхлый запах подвальной сырости. Летом еще можно было бы вынести все во двор и просушить помещение. Да и спать тоже во дворе. Сейчас приходится жить, а точнее выживать, в сырости и вони. Рядом со взрослыми мучаются дети. Техническая помощь профессионалов стоит денег. Они говорят, что мы заявку приняли, никто не приезжает. Один раз приехали, говорят, давайте 10 литров бензина, тогда выкачаем. Вот так и говорят, вы понимаете, то есть никто вообще не реагирует на эти вещи. Убрать воду полностью своими силами жители не могут. Дома стоят ниже уровня дороги. То, что вычерпали, все равно возвращается. И снова приходится браться за ведро. А ведь людям нужно ходить на работу, готовить еду, кормить детей. Вот так вот стоишь, все выливаешь. Вот так вот выливаешь, потому что надо куда-то ее выливать. Невозможно, все течет. Абсолютно. Вон с подпола все вытекает, в дырки. Все выливается вон. Я закрывала тряпочками, потому что, вот, смотрите. Мы уже так поняли, что своими силами только все это надо делать. Когда строился поселок, воду отводили по ливневке на поля фильтрации. Потом, как рассказали жители, ее кто-то частично засыпал. Движение воды в дренажной канаве сейчас не видно. Городские власти давно могли бы найти свободный экскаватор, чтобы прочистить систему до полей фильтрации. Эта работа стоит не космических денег. Здоровье людей дороже. Причем дома затоплены не только в 8-м Чапаевском переулке, но и во всей округе. Кстати, напомним. Поселок Большевик в Суворовском районе. Здесь выдвигался в народные депутаты и как-то сумел победить Геннадий Труханов. Район был его базой и на выборы городского головы. Нет сомнения в том, что команда мэра попытается активно использовать голоса избирателей с северной части Одессы и в нынешней избирательной кампании. Можно усомниться в желании местной власти помогать людям. Когда мэр говорит, доверяй делам, хочется увидеть дела. Условия жизни на поселке Большевик нечеловеческие. Городская власть знает, но ничего не делает. От имени жителей мы еще раз спрашиваем, до каких пор это будет продолжаться. В Одессе прошла курсантская олимпиада по английскому языку. Курсанты мореходного училища имени Александра Маринеско Одесской национальной морской академии судоводительского и судомеханического отделений демонстрировали знания грамматики и лексики, включая стандартный морской язык. Английский язык элементарно, но только на первый взгляд. На самом деле иностранный язык для моряка в первую очередь инструмент, с помощью которого он сможет на любом судне, с любым экипажем и в любом море чувствовать себя, что называется, как рыба в воде. В мореходном училище имени Маринеско Одесской национальной морской академии состоялась олимпиада по английскому языку. Нам говорили, что, мол, вот третий курс у них будет какой-то олимпиады, и нам было очень интересно, потому что мы тоже хотели в этом поучаствовать, думали, что, может, нам тоже повезет. Мы потом сказали, что только третий курс. Мы дождались, считая своего момента. На самом деле это очень важно, потому что сейчас в основном смешанные экипажи и компании в основном зарубежные, и очень тяжело найти русскоязычный экипаж, поэтому знание английского очень важно. 40 человек – курсанты судоводительского и судомеханического отделений. Третий курс. И от того, как они сдадут этот олимпийский экзамен, зависит очень многое. Можно сказать, их будущее в прямом смысле слова. Ведь победителям достанется главный приз – возможность пройти практику на судах одного из крупнейших крюинговых агентств – Вишипс Украин. Для меня это очень важно, потому что это возможность, во-первых, устроиться, найти трудоспособность. И спасибо компании Вишипс, что представляют такую возможность, с помощью олимпиады устроиться, найти свою будущую профессию. На самом деле более ценного подарка для будущего моряка невозможно и представить. Даже преподаватели мореходного училища говорят, что устроиться на практику не так просто. В первую очередь, потому что потенциальные работодатели не спешат брать под крыло неопытных молодых людей. К учащимся обычно мало кто хочет иметь дело с курсантами, у которых нет совершенно опыта работы. Поэтому мы благодарны. И я надеюсь, что дальше мы будем сотрудничать. И курсанты не подведут ни наше училище с нашими прекрасными традициями, ни такую престижную компанию, как Вишипс. Тем более престижно попасть в поле зрения Вишипс в Украин. Директор компании Игорь Сафин считает, что ничего страшного в молодости и неопытности нет. Все это придет со временем. Но, разумеется, любое умение возможно только, если есть желание учиться. Мы должны стремиться к тому, все компании, только Вишипс или МСИ, к тому, чтобы компании, которые работают на этом рынке украинском, они еще и делали инвестирование в морское образование Украины, для того, чтобы получить специалиста, подготовленного по всем стандартам международного рынка труда. И на самом деле такие Олимпиады в Морском училище проходят уже третий год подряд. Уже третий раз мы проводим эту Олимпиаду совместно с компанией Вишипс Украина. И благодаря этой компании мы имеем возможность нескольких курсантов, победителей этой Олимпиады, без какого-либо дополнительного отбора отправить по кадетской программе на судах этой компании. Благодаря поддержке Вишипс Украин мореходное училище в Немаринеско на сегодняшний день имеет возможность обучать своих курсантов, что называется, по последнему слову, техники и техники слова. Лингофонный кабинет, мультимедийный класс для изучения радионавигации, компьютерный класс. Более того, компания предоставила даже своих преподавателей по английскому языку. Естественно, у курсантов программа более сложная и рассчитана на большее количество часов. Что радует, что есть очень оригинальные ответы, очень интересное изложение своих мыслей на английском языке. И это уже действительно говорит о высоком уровне английского языка и о том, что ребята-курсанты в данном случае, они очень много времени уделяют еще самоподготовке. Уже после первого этапа Олимпиады, сочинения на иностранном языке, курсантам предстоит пройти этап следующий – грамматику. Победит, конечно, сильнейший – тот из курсантов, кто сможет показать наиболее сильное знание английского и навыки владения им. Ребята, которые хорошо знают английский язык, они, как правило, знают хорошо свою специальность. Сегодня мы решили, что не только победителям будет дан приоритет в трудоустройстве, но и ребята, которые покажут хорошее знание по английскому языку и сдадут у нас тесты, тоже мы их возьмем на практику, и у них есть все перспективы карьерного роста. Победителями Олимпиады стали курсанты третьего курса судоводительского отделения Андрей Зиньковский и Арсений Королев, а также судомеханического отделения Владимир Бирюков и Владислав Константюшко. Все они получили долгожданную путевку в жизнь, вернее, на плавпрактику. Здесь реальная возможность проявить себя и впоследствии занять офицерские должности. Перевод отечественного бизнеса на европейские условия работы постоянно откладывался. Отсрочки и переходные периоды предоставлялись после вступления Украины во Всемирную торговую организацию. Неготовность отечественной экономики к европейским реалиям мотивировал свой отказ от договора об ассоциации Виктора Януковича. Сейчас, кажется, уже нет пути назад. Но готовы ли действительно наши бизнесмены работать по западным стандартам? Этому вопросу был посвящен состоявшийся в Одессе круглый стол. Некоторые из приглашенных экспертов полагают, несмотря ни на что, украинское деловое сообщество к европейским вызовам готово. Розовые очки сняты, забыт романтизм дикого капитализма. В приоритетах – прагматизм и стратегическое планирование, а не просто желание поскорее набить карманы. Основная проблема в том, чтобы поменять свою идеологию, поменять свое мышление. Оставаясь значимым, важным партнером с нашим стратегическим партнером России, мы, тем не менее, должны использовать все возможности, которые нам дает европейский выбор, в первую очередь экономический выбор. Европейский вектор развития – это самый практически перспективный для нас устойчивый рынок труда и капитала, составляющий 500 миллионов человек. Одно из важнейших преимуществ европейского пути развития – это верховенство закона. Плохого ли, хорошего, но закона, который неукоснительно соблюдается. В Европе не работает поговорка – строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Каждый человек должен ответить для себя в Украине. Он хочет продолжать жить в стране, где законы существуют на бумаге, а их исполнение поделяется договоренностями, понятиями и всем остальным, что было и есть в Украине. Или мы хотим, как цивилизованный мир, жить по законам, где законы существуют для того, чтобы их выполнялось. Есть экономические законы, которые доказали свою эффективность и в США, и во всех европейских странах. Во многом проблема нашего бизнеса также заключается в том, что и бизнес, и номенклатура мыслят советскими категориями. То есть на первом месте стоят количественные показатели – выплавки стали, чугуна, тысячи выпускаемых автомобилей. Но проблема-то заключается в том, что продукция нашей промышленности нельзя сказать, чтобы слишком конкурентоспособна. Это раз. А два. Вся планета давно живет в постиндустриальном мире. Турция имеет 14% ВВП-туризма, Египет имеет 13% ВВП-туризма, Греция имеет вообще половину практически туризма. Так вот в этой ситуации, держите за стулья, господа, в четыре раза креативная экономика ВВП превосходит промышленность в мире. И сфера услуг в Сингапуре мы знаем 96%, в США 92%. Какая промышленность? Нельзя сказать, что все отрасли нашей экономики готовы уже прямо сейчас разом перевестись на европейские рельсы. Однако и медлить нельзя, ибо время – деньги. Отстающих надо подтянуть, но не превращать это в вечный протекционизм, к чему так привыкли некоторые наши бизнесмены. Крупный бизнес готов, и государство ему содействует. Малый и средний бизнес, мне кажется, не готов, за исключением отдельных секторов, например, IT, отдельные сервисные какие-то сектора. Все остальное, извините, очевидный пример по агропромышленному комплексу, то есть производству пищевых продуктов. Задача очень простая. Первое – купить европейское оборудование. Второе – соблюдать европейские технологии. И третье – чтобы бизнес развивался в таком паровом поле, и чтобы никто ему не мешал. Вот и все. Однозначного ответа о готовности отечественного бизнеса к европейским реалиям нет. Тем не менее, важно понять, отката назад, когда все наше деловое сообщество смотрело в рот России, не будет. Это вопрос не только бизнеса, но уже и ментальности. Тоталитарные режимы были решающей исторической силой на протяжении 20 века. Кое-где в мире они существуют и сейчас. Социальная основа диктаторского способа правления не исчезла. Феномен тоталитаризма, его проявления и пути преодоления обсуждали участники Третьей научно-практической конференции в Одесском национальном университете имени Мечникова. Проблема тоталитаризма интересует ученых крупнейших отечественных университетов и исследовательских центров в Одессе, Киеве, Львове, Кривом Роге, Черкасах и других городах. Состав участников разнообразный и демократичный. Это неоспоримые преимущества конференции. Приглашены не только опытные научные работники, но и студенты, начиная с первого курса. Одна из наиболее актуальных проблем в гуманитарной сфере для Украины – перестройка общественного сознания, избавление от идеологического наследия тоталитарной эпохи. Замысел этой программы и конференции в частности акцентирован на третьей составляющей названия – преодоление того тоталитарного наследия, которое очень активно, очень активно, к большому нашему сожалению, продолжает проявляться и сегодня. Причем проявляться не только на уровне государственном, социальном, общественном, но и то, о чем мы реже говорим и меньше думаем – личностном. Наше поведение, наши реакции, наши взаимоотношения. В докладах участников конференции дается анализ деятельности тоталитарных режимов Советского Союза, Гитлеровской Германии и Франкистской Испании. Ученые характеризуют политические системы с учетом экономических, культурных и этических факторов. Рассматриваются особенности психологии общества как базиса для формирования тоталитарной власти. Александр Виноградов, Юрий Рух, телекомпания «Круг». Этой новостью мы заканчиваем наш выпуск новостей. Далее информация синоптиков о погоде. А я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важным и интересным сообщайте в редакцию по номеру телефона 340076. Всего наилучшего и до встречи в эфире. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 10 апреля в Одессе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1,6 градусов выше нуля. Днем 14-19 градусов тепла. Продолжение следует...